Всем привет, с вами Юмилия. Мы уже вместе слушали трек Моргенштерна с Эля Ви, если что, реакция есть на канале, это даже получился некий разбор трека, и там же я высказала свое мнение по поводу всей произошедшей ситуации. Сегодня же я бы вместе хотела бы посмотреть на все произошедшее глазами Дилары, потому что она выпустила видео на свой YouTube-канал, кроме того, я подписана на ее телегу, и там она сказала, что как все подутихнет, она хотела бы стримить на Twitch'е и, может быть, снимать видеоролики на YouTube. Давайте же посмотрим, что же расскажет нам Дилара, какими секретами, может быть, поделится с нами. Но прежде чем мы начнем, прошу тебя посмотреть видео, которое сейчас всплывет в подсказках, подписаться на мой телеграм-канал, а также на Трува, потому что неясно, что будет с YouTube, какой великолепный стоп-кадр. Поехали! Но стрелки у нее классные, одобряю. Привет, мои дорогие подписчики, или дорогие ублюдки, как сказал бы мой бывший муж. Да. Рада представить вам мое второе видео на YouTube-канале. Как вы видите, произошел апгрейд. Первое называлось «Отношения с Моргенштерном». Это будет называться «Брак с Моргенштерном». Давайте помолимся, чтобы следующее видео никогда больше не вышло. Конечно, по большей части хучу, но... Я понимаю. Мы действительно приняли решение, что всю эту историю пора, наконец, заканчивать. Не подумайте, я ни в коем случае не хочу о нем высказываться плохо. И я не хочу сказать, что я считаю его плохим человеком или плохим мужем. Нет, просто, как бы банально это не звучало, мы просто не сошлись характерами. Мы поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и близких отношениях. Свадьба. Именно после свадьбы наши отношения дали трещину. И чем между нами меньше расстояния, не обязательно физически, тем дальше мы друг от друга становимся. Я не знаю, почему, чтобы это понять, нам нужно было жениться и так долго пытаться смириться с этим фактом. Но на данный момент это все в прошлом. За время всего брака я поняла, что семью, именно вот семью, просто невозможно построить на одном только романтическом и физическом влечении. Вот это прям мысль, которой, мне кажется, должны прислушаться, ну прям ребята, подростки, молодое поколение, прежде чем вступать в брак. По факту, это мысль от человека, который сам через это прошел. Насчет Дилары ей огромный респект, как и Маркин Штерну, что даже после расставания они нормально, адекватно высказываются друг о друге. Потому что лично я не понимаю, как... Даже если ты разлюбил человека, даже если вы расстались, можно его, извиняюсь, поносить. Слово не очень красивое, но по-другому я это описать не могу. Потому что очень часто бывает такое, что пары расстаются и начинается какая-то жесть. Первый пример, который мне пришел в голову, это Егор Крид и Валя Карнавал. И их взаимоотношения, я не так уж особо за ними следила, но постоянно слышала на каждом углу о том, как они друг к другу нелестно относятся и нелестно друг о друге отзываются после разрыва отношений. Ну вот серьезно, сами подумайте и напишите в комментариях, как можно относиться или хотя бы высказываться плохо к человеку, которого ты когда-то по-настоящему любил. Может быть чувства угасли, но в то же время все хорошее, что этот человек привнес в твою жизнь, оно же должно остаться где-то тут, тут. И как можно плохо о нем говорить, я не знаю, не понимаю. На самом деле это максимально умный человек, на мой взгляд. Он очень много читает, он очень много изучает, он впитывает очень много информации, просто как губка. И когда у него зарождается какая-то новая идея, она просто затмевает все, что было и есть там у него в голове, и он думает, что это единственный верный способ жить, и другие варианты он не рассматривает вообще. Это хорошо и плохо, это время, но немного. Как примерно с периодичностью полгода перед нами предстает новый Моргенштерн. Но если между нами, это не так. Его мышление или образ жизни как-то кардинально не меняется. Но вот эта вот интересная мысль или идея, она только спустя время становится кусочком общего пазла, но до того момента в глаза бросается только она. И вот в какой-то момент он загорелся идеей, что хочет семью и детей. Сразу хочу сказать, что это решение было не спонтанным, мы его приняли там не на кураже или еще как-то. Нет, мы достаточно долго обсуждали, как мы вообще видим наше будущее, что мы хотим друг от друга в будущем. Мы разговаривали об этом. Сразу хочу сказать за себя, я человек достаточно таких консервативных взглядов, потому что все-таки я из полной семьи. Чувствую жизнь, я вижу, как мои родители любят друг друга, как они взаимодействуют. Ооо, это реально ее родители? Вот это вот во мне очень так откликается, что когда он эту идею мне преподнес, она мне была очень близка. Вот так вот мы оба поняли, что хотим пожениться, и на самом-то деле окончательное решение о браке уже принято, и это всего лишь вопрос времени. Давайте теперь перейдем к самому интересному. Как так получилось, что я сама сделаю предложение Алишеру? Во-первых, это весело. Во-вторых, это нетипично и неожиданно. Встретит, это точно запомнится, и самое главное, в-четвертых, я точно знала, что Алишер тоже этого хочет. Я, конечно, могла дождаться своего предложения, но тогда вот так вот получилось, что подвернулся слишком удачный момент. Мы сидели в синагоге, общались с раввином, и в процессе диалога мы поняли, что много вещей нам будет очень проще решать, если мы будем как бы уже в браке. Да, я с ней безумно полностью согласна. Это решает многие проблемы, и вы сейчас начнёте думать обо всяких детях. Впрочем, нет, решает проблемы, когда вот вы пара, парень и девушка, государство по факту, и юридически вас серьёзно никто не воспринимает. Когда вы муж и жена, это совсем другой уровень, и решает огромное количество проблем. Вот, и от Алишера в мою сторону посыпались шутки формата «Ну чё, когда там мне предложение сделаешь?» И я поспиялась, конечно. Намёки. Но внутри подумала, «Блин, а я ведь сделаю!» И, короче, там было много людей, незнакомых абсолютно. Я познакомилась там с девочками, вот, и я говорю, девчонки, «Пипец, я хочу сделать предложение своему мужчине!» И я говорю, а время уже было, ну, такое позднее, там 20 минут уже где-то примерно заставалось до закрытия там всех торговых центров, и я говорю, «Есть ли возможность к ним?» «Пожалуйста, я вам там заплачу!» «Сгоняйте, пожалуйста, купите кольцо!» «Я хочу сделать предложение!» Они такие, «Что?» «Реально?» Подожди, она прям с кольцом это сделала? Я что-то не помню, там вроде был отрывок с предложением, но... Да, хамула, конечно, побежали! Вот, в итоге они купили мне кольцо, я с этим кольцом сидела, на шабате, и дальше вы уже сами все знаете, увидели 100% видео, как это было. «Я видела, но, честно, уже не помню». «Что происходит сейчас?» «Ты предложил мне сделать предложение, я согласна». «Блин!» «Это круто!» «Это было очень круто!» Это был, наверное, один из вообще самых ярких моментов в моей жизни. Приехала потом еще его мама, мы все эту новость рассказывали, звонили моим родителям. Короче, было круто. «Как бы странно это ни было, но она сделала мне предложение». «Ой-ой-ой!» Вот, и отдельно еще хочу выделить момент, когда в ответ получила предложение я. «Да, и это было очень-очень угарно, потому что были съемки клипа Динера, он, Альшер, был с голым торсом, такой, в бежевых трусиках, как будто он голый. Ну и вот на одном колене он передо мной сделал мне тоже предложение. «Такая семья ебнутая, что я хочу, чтобы еще одна сегодня родилась». «Альшер... emotions just before yourself. Ну, бляииааа... Ахахахахаха... Урааааааааааааааааааа! Хе-хее-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, это довольно специфично. А, сюда! хаахаха... Пиздец. Вот, вроде и радостно, но... Все-таки... Мы же с вами понимаем, какой ролик смотрим. Блин, ты так мило. И я хочу сказать огромное спасибо тебе, Алишер, за вот эту вот сказку, которую ты мне тогда устроил. А дальше была свадьба. Бешеная. Мы ее организовали за три недели. Настолько она была бесвкусная. А она очень крутая у них была. Что просто до ужаса. А мне понравилось! Блин, это оригинально. Это оригинально будет в этом стиле. В общем, девочки, это был восторг. Белара, блядь! Я тебя люблю, блядь! Как же вы ее что обожаю. Не пропустят тебя никуда дальше. Ты понимаешь, мы не на такую луку прочитываем. Сху его! Это такие яркие воспоминания. Ууу, ебать ты, сука! Варка! 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 Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто участвовал в организации этого праздника. Всем тем, кто участвовали в нем сами непосредственно. И, конечно же, огромное спасибо полицейским, которые решили устроить внеплановую проверку в день нашей свадьбы. За пиздец вообще вы устраиваете на пустом месте. Я не очень понимаю. Вы свободны. Да, по какой причине вы людей не выпускали? И которые, конечно же, там ничего не нашли. Кстати, по поводу отношения с полицией и власти мы еще поговорим попозже. В этом видео нет. И мы удивитесь, как сильно это впоследствии повлияет на нашу жизнь и на наши отношения. А сейчас вернемся к самому главному. Что с нами произошло после свадьбы? После свадьбы, наверное, начался самый худший период наших отношений. Не знаю, не могу сказать точную причину. Наверное, просто брак — это не для нас история. Вы можете понаставить на кучу диагнозов, отправить к психологу, к психиатру, сказать, что у нас не проработаны детские травмы и все вот это остальное. Мне все равно. Но в какой-то момент после свадьбы просто все потухло. Как-то мне стало стыдно высказывать свое мнение после ее слов. Я не ставлю диагнозы, это просто мое предположение. Может быть, у ребят были какие-то ожидания, что что-то прям супер изменится после свадьбы. Я говорю не только про Дилару, может быть, и про Моргена. Может, у него были какие-то ожидания. Но опять же, это предположение. Я просто вот со стороны за этим всем наблюдаю и высказываюсь. А может быть, дело в том, что Дилара как-то больше была к этому готова, чем Альшер. Она же рассказывала вот про свою семью. Как видела любовь своих родителей, что хотела чего-то подобного. Теплой, крепкой семьи Моргенштерн же, может быть, был чуть дальше от этого, чем Дилара, чем ее представление. Ой, так-так сложно на самом деле. Вроде бы и хочется высказать мнение, но как-то я надеюсь, что это ее не заденет и не обидит. Потому что, ну, ситуация все-таки довольно щепетильная. Как будто ты с человеком в брак вступаешь, а потом вы разводитесь, и все это на публике. Я помню, как было раньше. Мы никогда не скучали рядом с друг с другом. У нас были разлуки, были яркие встречи, были обиды, была страсть, были скандалы. О, офигеть, Альшер разменился, конечно! Я не знаю, наверное, многие из вас бы вместе не смогли пробыть в таких отношениях. Но мы жили в них годами, и именно это делало нас счастливыми. После свадьбы мы погрязли в рутине быта и похерелись. Даже стыдно признаваться. Но все, что мы делали, это ели, спали, играли в игры на компьютере. И что, мы не взяли, что ли? Нет! Да как? Еще и Данилосик умрет в детстве. Бля-ля-ля. Нет, ну мне кажется, вот такие моменты прикольные. Ведь, типа, сидеть, играть вместе. Бывают отношения, что там парень сидит, девушка на него орет. Что ты там за своим компьютером сидишь, как мама, блин? И мне кажется, ну, это странно. Когда у них есть, ну, было или есть, господи, я не знаю, как правильно сказать, общее вовлечение, это прикольно. Но насчет бытовухи, блин, у многих, у многих это есть, у многих это встречается в общей жизни. Там у парня, у девушки. Да. По началу это было прикольно, даже моментами мило. Но впоследствии это повлекло за собой апатию, раздражительность. А вылезти из этого мы уже не смогли. Вот насчет апатии, раздражительности, в каком-то смысле я её понимаю, потому что, когда мы играли в катки вместе с моим молодым человеком, то он может на меня бомбануть, из-за чего это я могу на него бомбануть, из-за чего это. Но это не что-то серьёзное, мы просто можем посраться. Все нас уже мирят, но это не серьёзная ссора, да? Когда мы ссоримся серьёзно, этого, мне кажется, ещё, ну, никто так не видел из нашего окружения. Такое бывает, но редко. Так вот, эти ссоры, они неприятные, но это не что-то прям супер-кардинальное такое. Просто он меня не прикроет где-нибудь, дизинфу даст. Какие-то непонятные ссоры по мелочам. Это всё очень сильно накаляло обстановку. Ты накапливаешься, наверное. И мы просто не выдержали этот период притирки. В некоторые моменты мы оба ненавидели этот дом, этот брак и то, что он сделал с нами. И всего за каких-то пару месяцев весь огонь, который у нас сгорел, он просто потух. Ещё, как ни странно, очень плохо на всю эту ситуацию повлиял наш вынужденный переезд за границу. Возможно, наш брак и можно было бы спасти, если бы мы вовремя уехали друг от друга, разъехались бы. Просто дали выдох, либо друг другу подумали, как дальше строить отношения. И как наладить то, что строилось годами и дало трещину всего за пару месяцев. Это позволило бы нам не совершать ту кучу ошибок, из-за которых мы не можем быть вместе. И вряд ли когда-нибудь сможем быть вместе. Но в жизни были тогда другие планы. Хотя мы понимали и чувствовали, что такая вынужденная изоляция от всего мира и возможность доверять только друг другу должны были бы нас сплотить. Но по итогу получилось только хуже. Но мы просто не могли оставить друг друга в такой сложной ситуации. Но уже тогда мы понимали, что медленно, наверное, всё потихоньку рушится. Но вот со стороны же вообще не было этого видно какое-то время. Только месяц примерно последний и всё. Честно, мне очень тяжело об этом говорить. Мне так жаль, что всё вышло именно так. Потому что это мой самый любимый человек. Потому что я никогда не была счастливее, чем в день нашей свадьбы. Потому что я действительно хотела быть частью его семьи. Быть его лучшим другом. Но я понимаю, что это просто невозможно. Я, если честно, разрываю это вообще от того, что происходит. От того понимания, что мы сами это всё сделали. Но ни я, ни он. Мы не можем больше это продолжать. Я влюбилась в Алишера и хотела выйти замуж за него. Но в итоге вышла за Моргенштерна. Очень мощно сказано. Очень мощно. Иногда мне кажется, что Алишера просто больше нет. И это очень больно хранить живого человека. Охренеть. Это очень жёстко сейчас было сказано. И чувственно. Я думаю, это всё, что я хотела вам сказать. И напоследок хочу пожелать вам никогда не повторять таких же ошибок. И прошу, цените своего любимого человека. Потому что встретить настоящую любовь – это такое счастье, которое выпадает далеко не всем. И если у вас есть такой любимый человек, то вы должны беречь его всеми силами. Нам пора прощаться, с Эль-Ави, жизнь не так бывает, не звони. Нам пора прощаться, с Эль-Ави, наш последний пятник, смерть любви. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Дилара правильно поступила, что всем рассказала о причине развода. Потому что я слышала многие слухи о том, что я изменил что-то ещё. Но здесь всё обернулось совсем иначе, нежели люди сплетничали или распространяли какую-то дезинформацию. Примечательно то, что она сказала, что после брака прошло буквально пару месяцев и уже начались проблемы. Как я сказала ранее, этого со стороны заметно не было. Может быть, и их близкие какие-то, и друзья это и могли как-то отметить, подметить. Но со стороны под обычному зрителю понять это было сложно. Если говорить о их приезде, я понимаю, у нас тоже была очень неудачная попытка с моим молодым человеком. И я могу её частично понять, насколько это тяжело в таких условиях сохранять отношения. У нас не дошло до разрыва, до чего-то подобного вообще не дошло. Просто это очень сложно и физически, и самое главное эмоционально сохранять рассудок и понимать, что вот твой близкий, родной человек, и ты должен не только сейчас заботиться о переезде, о каких-то своих бытовых делах и проблемах, но и заботиться полностью о нём. И в отношениях, мне кажется, особенно когда вы близки много лет, особенно когда ты уже вступаешь с парнем или с девушкой в брак, очень важно не забывать, несмотря на бытовуху, о том, что вот есть этот человек, и ему нужно уделять время и внимание. Я как человек, который тоже состоит в отношениях, в следующем году это уже будут 10 лет и 5 лет совместной жизни, тоже могу поделиться, так скажем, своим опытом по поводу брака. У нас это всё произошло спонтанно, и если Дилара делала предложение, то я по факту тоже его сделала, это было вообще максимально странно. Может, когда-то я поделюсь полной историей, у меня были свои тараканы в голове, и по факту изначально я хотела пожениться из-за этих тараканов, выйти замуж. Да, выйти замуж из-за этих тараканов, это первое. А второе, наверное, из-за того, что, ну, действительно, когда ты парень и девушка перед лицом общества, государства, в юридическом плане, ну, это как-то, ну, не серьёзно, да, в больницу, если надо пропустить, и что-то важное, там, да, какие-то операции в банке, и много-много-много чего другого. Это вроде бы мелочи, но они действительно незаметные. И вот когда ты вступаешь в брак, то, наверное, многие люди думают, что что-либо изменится. Изначально мы ничего как-то не планировали, что у нас что-то поменяется. Может быть, и в этом дело. И дело также, наверное, в том, что мы живём вместе пять лет, а в браке мы с девятнадцатого года. Вот. То есть мы посмотрели друг на друга, в быту, как нам комфортно друг с другом, или же нет. И поэтому, наверное, наш брак ещё не развалился. Так что я считаю, что вот когда парень и девушка живут раздельно, это не про дела Руи Моргена, а вообще вот просто мой вывод из жизни. Когда парень и девушка живут раздельно, и вот они женятся и съезжаются, это полный бред. Нужно пожить с человеком ещё до того, как вы вступите в брак. Пожить с ним, ну, хотя бы полгода-год, чтобы понять, каково тебе жить с этим человеком, комфортно или же нет. Может тебе комфортно видеть его там несколько раз в неделю, ходить с ним на свидание, ночевать у него там пару раз в неделю и всё. А жить с этим человеком, ну, для тебя невыносимо сложно. И я знаю, что многие браки за счёт этого разваливаются. Я желаю Диларе и Маргенштерну счастья и радости. По раздельности, или, может, если они захотят вместе, хотя Дилара сказала, что вряд ли эти отношения когда-то, ну, продолжатся. Она очень ясно дала нам это понять в своём видеоролике. Когда Маргенштерн в своём треке произнёс строку, может быть, потом поговорим. Вот что-то такое там было, не особо точно помню, но всё же. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Я буду следить за Маргенштерном отдельно дальше и за Диларой отдельно дальше, потому что на телегу её я подписана. Ну, а вам желаю счастья. Найти свою половинку... Нет, вот всё-таки найти свою вторую половинку звучит как-то, ну, найти партнёра, своего партнёра по жизни, который сможет стать вам и братом, или же сестрой, и лучшим другом, и заменить вам в каком-то смысле, в каком-то плане маму-папу. Даже не заменить, наверное, да? А в какие-то моменты быть вот такой вот мамой серьёзной, или же папой серьёзной. Ну и, само собой, быть мужем отличным, заботливым, или же быть заботливой женой. Всех целую. Надеюсь, что действительно молодое поколение сделает какие-то выводы из ситуации Дилары и Маргенштерна, что посмотрит на всю эту ситуацию трезво и здраво, и поймёт, какие вещи не стоит делать, и что нужно делать, чтобы отношения как-то развивались. Да. Всё, ребят, всем пока!